Виктория победила. Какой сюрприз? Поверить не могу, что она шантажировала Джефферсона. Хотя нет, могу. Здарова, народ! Вы на канале Девплей, и мы продолжаем проходить ремастер Life is Strange. А... Перепроходить. Вот. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, не забудьте подписаться на канал. Ну и погнали, четвертый эпизод, проявочная. Сейчас опять полчаса будет грузить. Это с ССДшки, между прочим. И... с относительно нормальной. Ну, Кингстона они-то более-менее ок. Крабик пиздует куда-то... Кустик! Гы. Бля. Че за анимация? Куда кадры подевались? Крабик все еще пиздует... Квадратный Эникс. Закат. Опрекинутый велосипед. Это такая отсылка на разъебанные ноги Хлоя. Ники Ва Энтертеймент на фоне дохлого кита. Кита жалко. Донт Нот? Нет. Бля, их там еще больше стало! Бля, или нет? Или то скало уже. Одинокая лавка на фоне заката. Life is Strange. Эпизод 4. Проявочная. И никто на этой лавке даже не посидит. Эти дочички уже даже не помнят, как в них кто-то пердел. На них. А может, и в них. Бля, ну самое заебатое место. Погулять среди дохлых китов. Самое романтическое свидание в жизни. Так необычно снова с тобой гулять. Понимаю, но я рада, что мы снова вместе. Было здорово, что ты присылала мне письма. Никто из моих друзей даже этого не делал. А ты еще и на пергаменте писала. Это в твоем стиле. Это вычурно, но мне нравится на нем писать. Чувствую себя английским поэтом. Ха-ха-ха-ха. Ты заслуживаешь лучшего. Наверное, писать письма легче, чем навещать меня. Я не с издевкой, ты не подумай. Тебе наверняка хотелось бы избежать этих неловких разговоров. Эм, желательно. Ха-ха-ха. Слушай, обращаться со мной как с ребенком, я все еще хочу смеяться и говорить о всякой херне. Может, остановимся? Отсюда открывается самый классный вид на закат. Как фотографы это называют? Золотый час. Смотри? Ага, хотя бы не золотой дождь. Но вот видишь, без тебя бы я так и не узнала. Ты бы сделал пару отпадных снимков, киты выбросившиеся на берег. Это так печально. Кстати, я понимаю, каково им. По крайней мере, я жива. И ты рядом. Хлоя, ты настоящий герой. Представляю, как много ты пережила. Я не хочу, чтобы меня кто-то жалел. Это я сама успешно делаю. На пару с родителями отец до сих пор винит себя за то, что купил мне эту машину. Подожди, а нахера ей эти держатели для головы, если она и так нормально головой ворочает? Стопа, это чё, проебали слегка? Вон она нормально поворачивает. Чего, блядь, или это когда голова устала? Ты ведь не винёшь Вильяма. Ты ведь не винёшь Вильяма, да? За то, что он купил мне гибрид, который я так хотела на своё шестнадцатилетие. Нет, я виню того мудака, который меня подрезал. Ты всё помнишь? Время для меня будто замедлилось. Я чувствовала, как хрустнула спина, и... Это был последний раз, когда я что-то чувствовала. Когда я проснулась в госпитале, то поняла, что не могу пошевелиться. Боже, я даже не знаю, что сказать. Можно сказать, ебой! Ничего не говори, я просто счастлива. Кто знает, я могла бы просто-напросто исчезнуть, как та девчонка из Блэквилла. Ты Рэйчел? Ты про Рэйчел Эмбер? Когда ты с ней в последний раз разговаривала? Эм, никогда. Я о ней только по новостям слышала, я даже имени её не знала, ты была с ней знакома? Мир был совсем другим, когда мы были детьми, не так ли? После затмения и снегопада создаётся впечатление... Чего-то... Возможно! Возможно, но... Хотелось бы верить, что всё ещё можно изменить к лучшему. Хотелось бы и мне в это верить, но надежды у меня совсем не осталось. Да, и сейчас творится какая-то неразбериха, но пока мы вместе, это не страшно. Мне не страшно. Гуляя с тобой, я снова чувствую себя ребёнком, ты даже не представляешь. Послушай, Хлоя. Прости, что раньше тебя не навещала, это неправильно. Ты ведь моя лучшая подруга. Макс, спасибо, что навестила меня, ты... Ты замечательная. Вот уж сомневаюсь, нет, у меня нос замёрз. Наверное, нам стоит вернуться домой. А тут, сука, холодно. Сука? Безобедно я терпеть не могу это слово. Ого. Всё в порядке. Давай спите гонщик. Стопа. А, или это она головой управляет вот этим драндулетом? Блядь, я хуй знаю, как оно работает. По идее, там, рукой рычажок туда-сюда. Стик, блядь. Но так как она парализована, то у неё вроде рука не шевелится. Хотя, может быть! Блядь, я чё-то не обратил внимания. Ну и ладно. О, у неё свой отдельный код. Какая продвинутая берлога. Больше похоже на продвинутую клетку. Но мне повезло, что мои родители рвут жопу, чтобы заботиться обо мне. Я знаю, каким тяжело. Они благодарят Бога, что ты рядом с ними. Ага. Но особенно, когда они даже прогуляться в одиночестве не могут. Иногда я веду себя как неблагодарный подросток, лишь бы дать им повод поорать на меня. О, она что-то начала осознавать, когда разъебалась. Лоя, ты замечательная дочь, ты добрая и отзывчивая, даже когда этого не требуется. Поверь, я всё ещё срываюсь, особенно бесит, когда медсестра наблюдает за мной. Пока я срою, чтобы затем потерять жопу. Или же, когда врачи вертят мною во все стороны. Как подопытной куклой, даже представить себе не могу. Но ты всё такая же прекрасная, как и тогда, когда мы были детьми. Спасибо тебе за всё ещё раз, что пришла, Макс. Я... Мне нужно попить. Можешь принести немного воды? Эм... Так, а вода, наверное... Так, ну тут я воды не вижу. Дейнджер зон. А, ванная комната. Ну да, нам... Подожди, блядь, а мне куда? Пицца, вот вода. Пей, лютик. Причём тут лютик? Блин, неудивительно, что у меня в горле пересохло. Похоже, так много, как сегодня я не разговаривала целый год. Ты когда-нибудь думала вести радиоэфир или что-то вроде этого? Ох, как мне сейчас хочется треснуть тебя. Радиоэфир, подруга, да у меня эфир по венам течёт. Скукота. Ой, я просто предложила. Я знаю, что ты просто хочешь помочь. Ага. Это уже становится моей дурной привычкой. Ты рассуждаешь, как взрослый человек. Такое чувство, будто детьми мы были... Что они были детьми? Что ты помнишь? Что ты помнишь о наших детских временах? У всех нас разные воспоминания. Я вспоминаю о том, как мы играли в пиратов, как мы бегали и скакали. Я тоже, но в каком-то смысле... Мы остались и все теми же пиратами. Да, ну да, конечно, зацени Хлоя Карибского моря. Хрена с два у меня теперь получится забраться в лодку без тебя, тем более. Как видишь, большинство моих друзей отвернулось. Ну, у тебя есть я. У тебя есть я, и я не брошу тебя, Хлоя. Ну, ты не очень-то навещала меня раньше, в смысле, мне нравились твои открытки и фото, но... Я знаю, что не поддерживала тебя, мне нет оправдания, я виновата. Но я пытаюсь загладить свою вину. Как? Чувиха, ты же не Супер Макс. Я не пытаюсь вызвать у тебя, я практикую на родителях. Ээээ... как они? Как они? В смысле, они все еще счастливы вместе и все такое? Кусишь под доктора Билла? Думаю, они в порядке, учитывая то, что им приходится возиться со мной. Они смеются и держатся за руки, думаю, Джо и Севильям отлично справляются. Макс, эта авария сильно их подкосила. Наша страховка полная от стоя, счета за лечение просто кошмарная. Ээээ... они смогут заплатить? Им под силу оплатить эти счета? Нет, конечно, они скрывают от меня расходы. Но не нужно быть гением, чтобы догадаться, что родители тратят на меня почти лям в год. Флоря, ты без цены, и я не шучу. Ты такая задротка. За это я тебя люблю, а при чем тут задротство? Конечно, я разбираюсь. Видишь, я, по сути, привели... Развлекательная система, было бы так здорово расслабиться и посмотреть вдвоем кино, как... Тогда, когда ты ко мне приходила на ночевки. Что бы ты хотела посмотреть? Ну, у меня сейчас сентиментальное настроение, как раз для бегущего по лезвию, всегда плачу в конце. К тому же, я всегда хотела себе такие цветостые пряди. Я знаю, с голубыми волосами это выглядело бы без... безумно. Итак, давай же начнем показ, и не вздумай засыпать, как ты всегда делаешь, когда мы смотрим фильмы. Я помню, Макс, и обещаю, что не засну. По крайней мере, не сегодня, пока ты здесь. Так, эммм... Дивиди-проигрыватель. Так, диски осталось найти. Подвижный ящик? Бля, сразу. Ага, вот и диск. Да ёп твоё ж... Ставить. Блин, надо бы пересмотреть бегущего по лезвию, чё-то я бы уже подзабыл. И продолжение посмотреть. Или ремейк, я не знаю, как это лучше назвать. Бля, чё? Зачем было это затемнение? Создай мечту радужную! Чё-то... Это ангелочки, типа, на картине или чё? Заснула. Затухло я хотя бы никуда не свалила. И она всё тут же. А чё-то у неё на шее. Поверить не могу, что ты так быстро уснула. Как ты посмела? Я понимаю, что ты устала за вчерашний день, да и бегущий по лезвию, усыпляющий фильм. Для ночного просмотра. Кстати, как ты думаешь, Декарт был репликантом? Прости, вижу, ты ещё не до конца проснулась. Нет, прости, что я так быстро вырубилась. Ты в порядке? Когда на мне никто не спит, рядом есть мои родители. Ты такая стерва по утрам, с кем поведёшься? Вчера было нереально круто. Было замечательно вновь увидеть тебя. Понимаю, всё было иначе, когда мы были всего лишь глупыми детьми, но рядом с тобой я. Вновь почувствовала себя тем мелким пиратом, который везде скачет и бегает по лесу. Это очень много для меня значит, тусить с тобой и заниматься всякой хуетой. Да и, блядь, снова у меня болит голова. Ты не могла бы подняться наверх и принести инъектор морфина из ванной? Инъектор морфина? Да, это... Я как будто в Старттрек попала, игла такая тонкая, что её даже не видно и серьёзно он мне нужен. Родители охранят морфин наверху, так как думают, что мне тут до туда не добраться. На тебя это подсело, Макс. Уже бегу, Хлоя. Так, нам надо в ванную. Хорошо. Здрасте, я в ванную иду. Так, никому не мешаю. Поднётся наверх. А нахера... А, ну да, они ж с... Ээээ... Викухой... Кенты прям. Так, ванная, ванная. Так, ну... Какая-то мрачноватая... Мрачноватая, конечно, ванная. А! Выключатель есть. Уже не такая мрачноватая. Так, выдвижный ящик. Бля. Шкаф. Смотреть. Хорошо, что Хлоя использует природные... Вещества. Бля, оно отображается в зеркале, серьёзно. Мало где такое есть. Так, шкаф, осмотреть. Вот это. Никогда бы не подумала, что буду ходить за морфином для лучшей подруги. Отлично. Ну, морфин у нас есть. Пойдём вниз. Ну, вроде ж, всё. К нам сюда. Здрасте, я вернулся. Лайс. Морфин. Наконец-то, встай в синюю таблетку. Прости, я, конечно, могу попробовать, но руки у меня так себе. Давай, просто подсоедини его, это легко. И безболезненно. Хорошо, но если я всё испорчу, сразу зови родителей. Я готова, уж поверь. Разумеется, с каждым днём мне становится всё хуже. Но ты пришла ко мне, когда боль отпустила. Макс, я так благодарна за то, что могу зависать с тобой, и видишь, я уже словно ватная. Морфин начал действовать. Так быстро? Ты такая милая, тебе ещё что-нибудь нужно? Эм, возможно, я слишком эмоциональная, но не могла бы ты достать один из тех фотоальбомов. Я бы хотела глянуть на наши старые фотки, на которых мы ещё совсем мелкие. Я тебя умоляю, мой дневник эпицентр эмоциональности. Да и Макс Колфилд никогда не упустит возможности посмотреть фотки с Хлоей Прайс. Фу, блядь. Как-то... Слащава-то. Так, наверное... Второй ящик. О, мой Бог. Я сделала эту миксу для номера 12. Эмммм... Увязать? Видимо, то, что надо. Да. Так хорошо видно? Идеально. Боже, посмотри, какие мы тут маленькие. Мы как будто игрушечные. Я помню тот день, проведённый у Маяка. Мой отец тоже очень разозлился. Он даже собирался поставить нас в угол, а ты смеялась над ним. Мой отец так бы меня наказал, шо пиздец. Перевернуть. Вау, крутая фотка. Мы так клёво выглядим в этих пиратских костюмах. Жаль, что мы не покорили Аркадию Бэй, пока у нас была такая возможность. У тебя-то ещё есть время. Блядь, а хватит... Душнить. Перевернуть! Ну, а здесь мы готовим блины. Мне нравится этот снимок. Тяжело поверить в то, что его сделал мой отец всего пять лет назад. Как будто это было вчера. Если бы. Ага. Это фото. Возможно, я смогу. Слушай, Макс. Моя дыхательная система с каждым днём слабеет. Я слышала, как доктора говорили об этом, когда думали, что я в отключке. Я понимаю, что просто откладываю неминуемое, пока мои родители страдают, а я вместе с ними. Я не хочу, чтобы всё закончилось именно так. Что? О чём ты? Я имею в виду, что мне было очень приятно снова провести с тобой время. Я вспомнила, как мы бегали по городу, будучи детьми, и делали всё, что заблагорассудится. И сегодня я как будто вернулась в те времена. Я хочу, чтобы время, проведённое с тобой, было моим последним воспоминанием. Ты понимаешь, о чём я? Да. Понимаю. Всё выкрути копильницу до одиннадцати. Ты ебанько? Жмыхай! Да погнали! Хлоя... Я просто усну и буду думать о нас с тобой. Вечно. Давай, погнали! Холи там. У нас есть нормальная, Хлоя, рабочая. Немного битая, окрашенная, но такая, на ходу. Большое спасибо. Я так горжусь тем, что ты следуешь за своей мечтой. Не забывай обо мне. Никогда. Я люблю тебя, Макс. Ещё увидимся. Раньше, чем ты думаешь. Ебать, я ангел смерти! Хе-хе! И она рипнулась. Может, пора по съёбам? Кто щас родитель... Там родители за стенкой! Сфокусироваться на фото, прости меня, Вильям. Халакусируйся! Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум Лекция однозначно. Алло. Привет, родная. Что? О, не знал, что тебе надо было купить продукты. Конечно, я за тобой и приеду. Чёрт, где мои ключи? Ключи, пожалуйста. Ага, нашлись-таки. И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин, папа. Не оплошайтесь, сегодня твоя мать пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Макс, ты же останешься? Она никогда не бросит меня. Никто тебя не бросит. Бросит. Батя рипнется. И хуй ты чё с этим поделаешь? Макс, ты ведёшь себя так, будто мы больше никогда не увидимся. Хлоя, прости меня. Я пыталась изменить твою жизнь. К лучшему я... Я правда пыталась... Прости. Я не совсем понимаю, о чём ты, но всё же, ты изменила всю... всю мою жизнь. Ты моя лучшая подруга. У меня есть ты и прекрасная семья. Мы всегда будем лучшими подругами. И когда мы подрастём, то захватим весь мир. Послушай, что бы ни случилось, ты должна быть сильной. И даже если тебе будет казаться, что я тебя бросила, помни. Это не так. Я всегда буду поддерживать тебя, Хлоя. Всегда. А как она тут перенеслась? Оно ж вроде бы как за счёт фоток работало. А фотку она сожгла. Так-то и как с помощью этой фотки в будущее переме... Блядь. Эй, нихуя, непонятно. Ну ладно поебать вообще. Пизду хоть какую-то логику. Блядь. Блядь, чё у неё с ебалом? Минус машина. Минус колёса. Мы целый эпизод пытались наладить жизнь. И в конце концов откатываемся туда, где были, потому что это было лучше, чем то, что вышло. Зыбись. Это охуябло. Так, а где Атома? Бля, опять какие-то авторские права играют. Играют. Хо. Хлоя, ты жива? Да. Значит, теперь ты вдруг захотела меня поцеловать? Просто... Просто я так рада, что ты здесь. Ты будто под кайфом. Но спасибо за утренние обнимашки. Мы всю ночь играли в CSR Кадебой. А теперь я вижу в замешательстве... Сопоста... Блядь, что? Сижу в замешательстве. Макс, ты что, забыла уже, что мы откопали? Надеюсь, ты не играла опять со временем. Больше не буду. Просто я тоже в замешательстве. Добро пожаловать и в реальность, Макс. Вряд ли я когда-нибудь что-либо расскажу, Хлоя. О возвращении. Да и не надо. Нужно изучить доску со всеми известными нам кусочками мозаики. А их тут немало? Я уже запуталась во всем этом дерьме. Ну, давай. Так, Рэйчел, Рэйчел... Так близко, но так далеко. Нам нужно сделать три вещи. Точно, а какие? Первая, расшифровать записную книжку Франка. Вторая, достать телефон Нейтана и выяснить, где он был во время вечеринок клуба. Секлон с Кейт и Рэйчел. И проверить, что за дерьмо у него в сообщениях. Третья, Митя лить ему дочима, пока он не выложит нам всё на тарелочке. Жаль, что у меня больше нет пушки. Да, отличное решение. Придётся нам самим справиться. Чувиха, дай хоть надеро ему зад, а потом перемотай. Ладно, как хочешь, это ж твои способности, и их нельзя расстраивать на всякую фигню. Иначе у Блаквила будут большие неприятности. Ну, ты хоть разрешила меня забрать? Не напоминай, я просто хочу, чтобы он отстал от тебя от нас. Знаю. Спустись в гараж и посмотри, что ты там сможешь найти. Я пока пробью порой имену, посмотрю, к чему это приведёт. И осторожнее с жопой чимом, если только не хочешь с ним пообщаться после того, как заступила из-за меня, да ладно. Да-да, не будем злоупотреблять. Слишком опасно нужно разбораться с настоящим неиспортием в прошлое. Идём-ка в гараж. Так, закрыто с другой стороны, а как мы туда попадали? О! Здрасте! Похоже, Дэвид починил машину. Может, я найду новые зацепки? Бля, мужик вообще машину сам поремонтировал. А неплохо? Извини, у меня тут мужская оберлога, так что девушкам вход запрещен. Да поебай. Обещаю, что в следующий раз помогу, мисс Грант, если этот раз будет. Дэвид и правда защищал Хлою, рада, что заступила из-за него. Хлоя вообще-то была со мной прошлой ночью, а никак не в Блэквилле. Правда, лучше бы уж там. Я нашёл у неё травку и пришлось промыть ей мозги. Карта, блядь. Камера наблюдения в панес... Татес! Должно быть, Дэвид ящей на прескотал. Компромат собирает. А нам на них не похуй. О, сейчас будем на него давить. Я могу тебе чем-то помочь, Макс? Я... я просто жду, пока Хлоя выйдет из ванной, а потом мы уйдём. Я перед тобой вдолгу, потому притворюсь, что поверила юная леди. Прошу прощения, но мисс Колфилд... Да, сэр. А на вам с Хлоей всё же лучше быть осторожнее. В Аркадии бои полно тёмных мест. Что за тёмные места? Я не могу рассказать тебе обо всём, что творится в Блэквилле. Ты так уже слишком много знаешь, так что, пожалуйста, не вмешивайся. Слишком поздно. Я уже слишком многое знаю, например, то, что ты работаешь на Шона Прескота. Что? Кто тебе это сказал? Нейтан! Мелкому застранцу повезло, что его лишь отстранили. Не думаю, что дело в твоей... в удаче. Меня ведь тоже могли отстранить. На тот момент у меня было недостаточно улик, я... Прости меня, Макс. Так ты расскажешь, почему считаешь, что я работаю на Шона Прескота? Панастатус. Я видела документы, согласно которым тебя наняли, для обеспечения безопасности в панастатус. Чёрт, это и правда неплохой детектив. Я лишь сделал оценку стоимости для Шона Прескота по своим собственным меркам. В любом случае, думаю, что мы оба согласимся, что неделька выдалась... Говном, бедняжка Кейт Марш. Я пыталась помочь Кейт. Я пыталась помочь Кейт. Ты помогла ей, Макс. Ты спасла ей жизнь, как настоящий герой. А я оставила эту чёртову дверь на крышу открытой. Я ведь знал, что она в отчаянии. Тебе даже удалось попасть на крышу. Я тоже знала, что Кейт в отчаянии, как и мистер Джефферсон. Парень просто высокомерный урод. Я не на работе, поэтому могу так говорить. Как когда Хлоя называет меня мудочимом, эти художники живут в придуманном мире. Она не художница, а нахуй пойми шо. Наркоманка. Осуждаю. Почему ты так считаешь? Почему ты так говоришь? Эти пердоны художники думают только о себе. Когда я служил, всегда ненавидел фотографов, которые просили меня попозировать для их антивоенной хроники. Академия Блэквилла, школа для художников. Может, тебе здесь не место? Здесь моя семья, Макс. Я считаю, что в Блэквилле мне самое место, ведь я только знаю, ведь только я знаю, что происходит. Поэтому я и работаю над новым планом расположения камер. Я должен защитить будущих студентов, чтобы они не бла-бла-бла. Правда, ты и сама ходячая говнина. Я ценю, что ты приняла мою сторону, но мне приходится не лезть в это с Хлоей. Дальше будет только хуже, Макс Клоей. Можем сами о себе позаботиться. А теперь прошу меня извинить, Макс, но мне нужно заняться делами, видишь? Я тоже в какой-то степени художник. Эй, Макс. Эээ, благодаря, что при... Эээ, шкафчик. Взглянуть. Вау, хорошенький замок на этом шкафчике. Ну-ка, Дэвид, что ты прячешь? Так, нам нужны ключи. Ключи, судя по всему, у Дэвида. Он их просто так мне даст. Эээ, Джесси, извините меня, Макс. Прошу прощения, Макс, но ты, блин, не трогай ничего здесь. Давай, Макс. Позвольте, чтобы уйти Дэвида из его хвости. Угу, уху, 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 уху. Почему дизайн карты, как у первой мафии, а? Так, ладно, тут ничего сделать нельзя. Слушай, а если мы ворота это самое приоткроем? Реально, сломай. Нельзя, чтобы Давид заметил, как я пытаюсь стянуть ключи. И режим ниндзя. Твою мать, я же только что починял этот электрощит. Я же возле него стою. Бля, заметил. Сломать. Давай, 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 давай. Оп. Опаньки, оху, и ты меня заметил, я же даже дверь не закрыл. Блядь, какой пиздец. Да, ёптвою ж. Сука. Сломать. Да ёптвою мать. А как пробраться побыстрее? Есть. Да, блядь, ты заебал. Так, ключи у меня. Так, мудочим, ну давай. В смысле? Она стояла рядом с тобой. Давай-ка лучше отойдём. Блядь, он стоял рядом со мной, отошёл, пришёл обратно. А ты чё тут делаешь? Блядь, какой пиздец. Так, хорошо, с этой стороны дверь же не открывается, верно? Верно. Не, а наверх я пока не хочу, мне надо... Блядь, посмотри, что там в ящичке. Так, и теперь и норма будет пройти. Да. А он меня не замечает. Использовать. Бля! Ключи. А, ну можно и так. Я повелитель ключей. То есть ты вообще не ебёшь, что она тут шароёбится. Ого, карта заметки координат и фотографии Кейт Нейтана, да! О, да. Ого. за координаты чего интересно я ему было интересно как пиздяки пиздятся этого логахты за на бля чего то номер машина какой-то бля нормально такой ракурс пиздели просто незаметно есть теперь обратно к хлое блять нет на башку можно сбрасывать отматывание понял давай блять наверх да сука а позвать йоу хлоя ты готова мне нужно вернуться в общежитие мы довольны весьма довольны у нас джекпот кейт нэйтан и рейчел и координаты нескольких мест ко всему прочему давид как человек разведывательное бюро а теперь давай убираться отсюда пока нас не спалили но сперва я просто обязана навестить кейт в больнице хочу узнать как она а у ну да в прошлый раз у меня такой стана не было потому что у меня кейт гуфнулось а тут нет палаты кейт точно на этом этаже больницу меня всегда напрягали понимаю но ты только представь какова кейт я так рада что снова увижу ее понимаю но ты только надеюсь это не покажется и странным да нет она будет рада тебя видеть в эту палату я немного волнуюсь просто идея побыть для нее другом я пожалуй останусь здесь и чтобы вас не смущать я повела себя как мразь когда возмутилась все что ты ответила кейт благо ты меня проигнорировала и ведь даже и не знала через что она прошла ты спасла ее да ты сука то и ищу спасибо хлоя но ты не извиняйся мы сейчас все в одной команде команда макс не забудь сказать кейт что мы на это на за яйца подвесили обязательно давай с двух ног врывайся ну или так а чё у нее с губами она накрасила или умирает я уж думала что больше тебя не увижу чувствую себя немного глупо прости кейт послушай меня тебе не за что извиняться а вот остальным надо бы ты даже не представляешь как я рада тебя видеть выглядишь прекрасно наверное глупо будет спрашивать как ты поживаешь теперь когда ты здесь мне намного лучше я так рада что ты отговорила меня прыгать а что в этом хорошее было макс тогда я была подавлена и одинокона когда я поняла что тебе не все равно когда увидела как ты пытаешься ты дала мне понять что я не одна спасибо кейт очень многие люди любят тебя и хотят помочь знай это только взгляни на эти открытки большую честь цветов я отдала другим пациентам потому что им они нужнее чем мне но вот шарики я оставила а еще одна из медсестер дала мне ручки и бумага чтобы я могла рисовать ебаный то насос мне нравятся твои рисунки раньше они были не особо веселыми но теперь я подумываю о новой книге для детей о хулиганах и думаю было бы неплохо добавить в нее пару фотографий надеюсь это намек на то что ты позволишь мне сделать пару фото для этой книги и это не намек вовсе ты попросту обязана сделать эти фотографии макс я задержусь здесь еще на пару дней как они себя ведут как будто теперь должны меня вечно защищать я знаю что они расстроены и чувствуют свою вину хотя ничего не сделали к слову я была удивлена как много студентов из Блэквилла написало мне Дэниел мистер джепперсон да даже виктория оставила мне милую записку я верю что это было искренне я тоже рада что ты снова во что-то веришь кейт пытаясь макс но и сейчас я просто молюсь что смогу нормально закончить этот рисунок ммм 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 поговорить с ней Кейт так приятно снова пообщаться с тобой кейт макс я перед тобой и в долгу и кажется ты хочешь мне что то сказать 열�ленд Эээээээ Нэйтан я хочу чтобы ты знала я очень близко подобралась к Нейтану Нейтан Преска должен заплатить за то что сделал и мы обязаны не дать ему навредить что кому то еще блять опять хрустики летают под окнами ну и из за него меня отстранили правда молодец Из-за меня его отстранили. Правда, молодец, Макс. Блядь, молодец, Макс. И как он поживает? Клуб «Циклон». Полагаю, он появится сегодня на вечеринке «Циклона», как ни в чем не бывало. И никто ничего не скажет, не может с ним сделать. Мы его остановим. Мне только нужно узнать номер его комнаты, пробраться туда и найти пароль. Макс, пожалуйста, позволь тебе помочь. Я смогу узнать номер и кинуть тебе смс-кой. Что скажешь? Конечно, Кейт. Без тебя я не справлюсь. Теперь очередь Нейтана насостерегаться. Да, конечно. Мне всегда хочется поболтать с тобой на этой неделе. Мы пропустили наше чаепитие. Да, совсем не круто. Нам нужно организовать чайный тур по Портленду. Да, точно. А ты могла бы взять с собой Уоррена. Нет, я его динамлю. Никаких пацанов. Никаких мальчиков. Ты забавная, Макс. И ты права. Мне нужно вернуться к своим делам. Ты даже не представляешь, как сильно я рада тебя повидать. Представляю. Поэтому я и люблю тебя, Макс. И спасибо, что заботишься о моем кролике. А, ты ее кролен. Понятно. Я уж думал ее. Покинуть больницу. Ну, как она там? Все тоже Кейт Марш. Спасибо. Слава богу. Я рада, что мы ее навестили. Спасибо, что пошла со мной. А теперь наведаемся к Нейтану Прескотту, но не думаю, что этот мелкий ублюдок будет рад нас видеть. Да похуй. Пу-пу-пу. А что тут происходит? Уи-и-и! Хопа! А че этот... Ебать он чилит. Бля-а-а-а-а-а. Это студентка или преподша была? По весу непонятно. Эй, Макс! Привет, Макс! Как поживаешь? О, здрасте, мистер Джефферсон. На меня все хорошо. А это моя подруга, Хлоя. Здорово. Хлоя, почему такие крутые люди, как ты, не учатся в Блэквилле? Я была слишком крутой для этой школы, это долгая история о фейлах, наверное, есть. Представляю. Макс, ты точно в порядке? Просто немного странно находиться в кампусе, будто ничего не произошло. Знаю. Как бы избитая это ни звучало, но жизнь говном. Думаю, в моей жизни и без того много чего происходит. Ну ладно, дело Блэквилла, не забыть сегодня на вечеринке и объявлю победителя Героя Дня. Так что надеюсь, что ты придёшь. Несмотря на то, что ты не сдала свой снимок, я понимаю, что на то были причины. Нельзя заставить художника... фоткать. Чувствую себя неудачницей, но на этой неделе было тяжеловато сфокусироваться на конкурсе. Вот это каламбур яр, что ты так максимально беспокоишься о своей подруге. И буду надеяться, что в конце концов ты найдёшь время, только не забывай иногда выставлять свою работу на показ. Спасибо, мистер Джефферсон. Сегодня я точно приду на вечеринку, и я буду. Это наша смак-свиданка, надеюсь, вы с нами... Лучше никому не видеть. К тому же это будет печальное зрелище. Старый хипстер пытается тусить с детьми. У меня ещё осталась капля гордости, это уж точно. Слишком сексуален для учителя, афу, мерзость, ты сходишь с ума. Ещё нет, а вот вечером замолкни. Ты только не ревнуй из-за того, что Марк Джефферсон по мне сходится, а я тебя не знаю. Ладно, раз уж я здесь, пойду расспрошу Джастина о происходящем. Сто лет его не видела, хорошая идея. Так, а-а-а... Нужно узнать, где сейчас Найтан. Так, подпорка. Поговорить? Привет, Дэниел. Привет, Дэниел. Кажется, ты расстроен. Всё нормально? Полемикс. Здравствуй, Макс. Просто я только что понял, что у меня отстойные фото, и вообще я никудышный художник. Не сдавайся. Не сдавайся так быстро, просто пока я отложу скетчбук. Тебе нужно сосредоточиться на снимках, как говорит мистер Джефферсон. Хочешь, чтобы я вот так отложил свой скетчбук? Ты меня не знаешь, Макс, это то же самое, если бы ты отложила камеру. Дай мне просто посидеть в тишина. Да и где-то нахуй. А, ну да, слава богу, это преподша. Поговорить? Здрасте, мисс Грант. Эх, не потому что не подписан Нейтан. Я ищу Нейтана Прескота и подумала, что он, может быть, был у вас на занятиях. Мистер Прескотт сейчас вообще не ходит на занятия. Я и не думала, что вы друзья. Ни за что. Ни в коем случае, простите, мисс Грант. Чёрт возьми, ты уже взрослая. Можешь немного расслабиться. Значит, вы не видели Нейтана? Скажем так, я и не пыталась, но я видела, как он уходил из кампуса. После всего того, что произошло на этой неделе, может, и не лучшая студентка, но точно самая рассудительная. А, уйти? Ещё увидимся. С тобой всегда приятно общаться, Макс. Так, Клоэ. Кулачками. Горизонт чист. Вот бы мы снова ходили вместе в школу. Зато теперь мистер Джефферсон полностью мой. Да ты задолбала. Режим Блэквильских ниндзя! Пиздец. Так беспонтово, что... Да, мне прям так охота, чтобы Нейтан Прескоджилва в комнате напротив тоже неплохо. Стой тут, предупреди меня, если Света вдруг заявится Нейтан или кто-то другой. Я не подведу тебя, Макс. С первой я должна найти комнату Нейтана. Эммм, так, Катюха, ссори. Так, а шо из-за этого комнаты Нейтана? Это комната точно принадлежит Нейтану. Отлично. Войти. Серьезно? Хуй кто заметил! Пиздец. Нейтан погружен в вечеринку. Поплохой знак. Ублюдок, я вспомнила, почему ненавижу тебя. Из-за штуки ты нужна возмездия. Шоан Прескод, мне похоже на свою сестру, она вроде крутая. Таблетки для похудения, мощная штука. Фотография. Я бы тоже плакала, если бы у меня был такой отец, а мне пришлось носить этот наряд. Морячок? Ха-ха. Ммм, так. Журнал. Ёль. Нейтан Прескод, типичный американский подросток. Блять, я надеюсь, Ютуб поверит, что там даже ничего и не видно. Что это, черт возьми, за следы на полу? Двигали туда-сюда. Энди, он, передвинуть. Взглянем-ка, что ты прячешь. Ой-ой-ой. Ну да, мобильничек, теперь-то ты мой. Ну, собственно. Выйти. Всё, мы успели. Даём по съёбам. Чёрт, Макс, наконец-то ты вернулась, я уже волноваться начала. Что-то нашла. Его комната жуткая, но ухоженная. Зацени-ка. Блять, может, уйдёте отсюда, а потом рассматривать будете. Бабах, Нейтан, мы взяли тебя за яйца. Что вы забыли в моей общаге? Ней-либопытная же ты, сучка, Макс. Не приближайся ко мне, Нейтан. Макс, я разберусь с ним. Съебись-ка отсюда нахер. Блё. Зачем он переносится, белки-бепизда? Ого. Натвали от меня! Ээээ, да не вмешиваться. Нравится причинять людям боль, да? Как Макс, Кейт или мне, а? Ощути все на себе, уёбок! О, красиво. Не трогай меня! Прошу! Умоляю, прекрати! С него хватит. Эй, пошли отсюда. Хватит. Извини. Да, нам нужно идти. Ебать, как быстро. Кто у нас теперь, сучка? Хлоя! Покинуть. Чёрт, да Уоррен настоящий эльфа-самец. И это было круто, но ссыкотно. Так то, что круто, всегда ссыкотно. Блядь, пизда, опять хрустики. Я надеюсь, на записи этого слышно не будет. Чувак, ты крут. Но не знаю, я будто с катушек слетел, как Нейтан. Ты не такой, как он. Приятно слышать. Так куда вы направляетесь? Наверное, мне лучше пойти с вами. Вдруг вам снова Халк понадобится или мне натравить копов на Нейтана? Давай без полиции, ещё рано, эм. Так что ты там, это, эм... Варрен, мы с Макс должны разобраться с этим сами, без обид. Понял. Помогу, чем смогу. Постарайся хоть что-то узнать об отце Нейтана. Займусь. С этими снегопатами и затмениями остаётся только сделать вывод, что апокалипсис уже не за горами. И да, спасибо, правда. Я тебе перезвоню. Уж давай. Я себя, альф, о чём чувствую. Да, так оно и есть. Да, он по уши в тебя втюрился. Знаю. Нейтану он не слабо накостылял. Было страшно наблюдать за этим. Ну, а теперь давай навестим Франка. Он тебе хоть ответил? Когда Франку нужны деньги, он отвечает. Как я и говорила, Франк хочет встретиться. Что ж, не будем его заставлять ждать. Окей. Погнали к Франкушечке. А он тут на парковке живёт. Ладно. Господи, так больно смотреть на этих бедных китов. Да уж, я всё думаю о том, как их ищут семьи в океанах. Они вроде как одиночки. Что уж, этот ублюдок поможет нам. А если нет, ты его застрелишь? Хлоя, не рассчитывай на мою силу. Серьёзно. Я на тебя не рассчитываю, поэтому я взяла с собой ствол. Может быть, когда-нибудь я даже спасу тебя. Неплохо бы. Мне так хочется тебя ударить. Вот уж не думала, что мы будем заниматься таким, когда вырастим. Я просто жду дня, когда мы спокойно сможем поехать в Портланд. На то. Ты, я и Рэйчел. И Рэйчел. Именно. Так что будем вести себя спокойно, ладно? Просто заплати Фрэнку, и потом выпроси у него список клиентов, и всё. Не выпендривайся, поняла? Погнали. Тихо и спокойно. А, боже, мне самому идти надо. Эй, она даже бежит. Неловко размахивая руками. Постучать. Ну, давай делай туки-туки. Ель. О, вы только гляньте, чудо-близнеца. Тебе следовало прийти одной. Она моя напарница. Ага, или телохранительница. Итак, перейдём к делу. Где мои чёртовы деньги? Ээээ, отдать. Всё норм? Ну, спасибо. Мне так уж и сложно, верно? Надеюсь, больше мы не будем пересекаться. А теперь прошу прощения. Фрэнк? Фрэнк? Мы можем задать тебе пару вопросов? Яйца, ну, вы, девчата, не объелены? Нет. Господи, ну ладно, ладно. Но травой я вам продавать не буду. Да и не надо. Фрэнк, мы пришли сюда не за травой. Нет, ты не такая в отличие от Хлоя. Итак, мальчишки Харди, что вы хотите узнать? Именно некоторых твоих клиентов. О, и всё. Чё ж вы сразу-то не сказали? А может, мне вам ключ от своего фургона отдать, раз пошла такая пьянка? Чё, потроллим? Вообще-то ты уже отдавал. Вообще-то ты уже отдавал. Ты ебанутая, да? Я потерял ключи, сменил замок. Так что лучше вам здесь не шнырять. Да нет же, я... Господи, ненавижу вас, Блаквилловских подонков. Вы хотите получить всё. Но от меня подачек не ждите. Я в отличие от вас. Фрэнк, вот Блаквилловские подонки твои клиенты. Чувак-то наркодилер. Да-да-да, ладно, у меня от вас голова раскалывается. Фрэнк, мы пришли сюда не для того, чтобы ругаться. Всё это гораздо важнее нас. Сегодня ты пришла с миром, а позавчера наставляла на меня блядский ствол. Прости меня за это. Пожалуй, поступков глупее я не совершала. Я на этой неделе совершила много глупостей. Наконец-то я тебе верю. Но никогда не целься в человека, если не намереваешься его убить. Хотя ты даже муху не обидишь. Надеюсь, мне больше не придётся этого делать. Да и я бы никогда не нажала на спуск. Просто... Чувак, она была напугана, ясно, а то угрожал мне ножом. Мы испугались. Может, забудем про это? Пожалуйста. Между нами всё улажено, но вот за своего пса не ручайся. Если вы что-то выкинете, он вам голову пооткусывает к херам. Он уже так делал. Мы просто хотим поговорить, я бы не стала трогать пса. Да он бы тебе и не позволил. Любишь собак? Эм... Пом-пам-пам-пам-пам. Я слышала, что ты спас пару бойцовских собак. Это потрясно. Не, это просто было правильно. Я не мог смотреть на то, как этих бедных животных держат в рабстве. Помпеду, кстати, тоже оттуда. Это очень круто, Франк. Твоему псу повезло, что ты у него есть. Может, теперь со средоточимся на Рэйчел? Рэйчел! Так вот, зачем вы сюда пришли? Да, мы очень близки к тому, чтобы найти её, Франк. Нам пригодится любая помощь. Особенно от тебя. Да и... Даже я... Блядь, даже я оказался не в силах. Вы слишком уж этим увлеклись, лучше бы пошли развлекаться. Эм, браслет. У тебя есть браслет, Рэйчел, очевидно, ты знаешь больше, чем говоришь. Расскажи нам. Не смей указывать мне на пороге моего дома, ясно? Чёрт, с тобой что-то не так. Я тебе совсем не доверяю. Скройся с глаз моих. У нас мало времени, Франк. Рэйчел в тебе нуждается. Это поздно, её больше нет, ты даже её не знала. Как ты? Да и любила её, урод, а она меня... Это я знаю. Хлои, нихера ты не знаешь, из-за тебя у неё были одни проблемы. Ты всегда пыталась забрать её у меня. Успокойся, Франк, давай просто поговорим. Блядь, м... мотать нельзя. Бля... Помпиду! Ты, блядь, убила мою собаку! А... а как мотать? А мотать можно? Чё-то я не понял, как всё к этому пришло. Но нет. Хлоя! Я только что застрелила человека и его собаку. Ой, это снайпер. Я убила Франка Баварса. Ты спасла мне жизнь, Хлоя. Это была самозащита. Макс? Макс? Франк реально мёртв. Я знаю, и теперь дороги назад нет. Нам нужно найти этот список быстро. И свалить, пока копы не приедут. А чё ж отмотать нельзя? Ну ладно. Ну вот он. Уходим отсюда. Прости, Франк. Прости, Франк. Мне жаль. Бля, собачку жалко. Господи, Клоуи в самом деле убила Франка. Она никогда не убьет. Не забудьте это. И только я могу менять. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, хорошо. Давай и заново. Слушайте, Клоуи. Я могу сказать тебе за факт, что это не будет хорошо. С уверенностью могу сказать, что разговор плохо закончится, Макс. Я знала, что ты сжалишься надо мной, и так скажи, что мне нужно делать. Э, избавиться от пистолета. Тебе это не понравится, но ты должна избавиться от пистолета. Нет, Макс, мне это совсем не нравится, но я тебе доверяю. Если мне всё-таки понадобится пистолет, будь добра, отмотай время назад. О, вот только гляньте. Чудо-близнеца. Тебе следовало прийти одной. Она моя напарница. Ага, или телохранительница. И так перейдём к делу, где мои чёртовы деньги. Так, деньги отдаём. Давай. Ну, спасибо. Не так уж и сложно, верно? Фрэнк, надо попиздеть. Тебе следовало прийти. Тебе следовало прийти. Тебе серьезные леди-боллы. Нет. Леди-боллы. Ха-ха. Баба-яйца. Окей, окей. Но я не хочу тебя повысить. Да не надо нам травы. Войдёмся без оружия. Так, закрой дверь. Фрэнк. Фрэнк. Твоя собака меня пугает. Не мог бы ты закрыть дверь фургона? Ты наставила на меня ствол, но боишься моей собаки. Кто бы сомневался. Воздухом закрыл. Во, теперь ты в безопасности и так. Чё вам надо? Именно некоторых твоих клиентов. О, и всё. Чё ж вы сразу не сказали? Может, мне вам и ключи от своего фургона отдать, раз пошла такая пьянка? Помоги нам, иначе нарвёшься. Ну, звучит это как-то... Не очень. Ты не понимаешь? Мужик, ты не понимаешь? Это ради благого дела. Нет, мужик, я и правда не понимаю. Особенно, чё дел вроде тебя. Знаешь, меня бесит то, что... То, как ты сомна и разговариваешь, будто знаешь больше меня. Да нет же я. Господи, ненавижу вас, Блэквилловских подонков. Вы хотите получить всё. Но от меня подачек не ждите. Ты понимаешь? Да, Фрэнк. Блэквилловских подонков, как клиентов, ты не будешь... Ээээ, бля, теперь то самое. Да, правильно, окей. Блэквилловские подонки дают мне пьянку. Сделки не будут. Фрэнк. Мы не пришли сюда, чтобы борься. Это очень важнее. О, да. Ты не пришла сюда, чтобы борься. Сегодня ты пришла с нером, а позавчера она вставляла на меня блядский ствол. Я очень извиняюсь об этом. Стопков глупее не совершала. И я делала много злых вещей сегодня. В конце концов, я верю. Но не всегда стреляй на кого-то, если ты не будешь убивать. Хорошо, хорошо. Хотя даже муху не обидишь. Я пытаюсь не обидеть. И я никогда не отбудила трейкер. Я просто... Дюд, она страшна, хорошо? Ты отбудила твою блядь от меня. Ты все встал. Теперь мы все круты. Пожалуйста. Окей, мы все круты за сейчас. Но мой дед не есть. И если ты попробуешь какую-то блядь, он будет отбудить твою голову. Он это уже раньше. Мы только здесь, чтобы говорить. Я не буду разговаривать с твоим дедом. Блядь, ты не уйдешь времени. Ты любишь деда? Когда этот диалог закончится? Помпидо милый. О, Помпидо такой милый. Ты могла узнать его кличку, только забравшись в мой фургон. Вот так как... Вот как Помпидо выбрался из него. Ты выпустила его. Совсем с ума сошла. Погоди. Я не это имела в виду. Франк, не выходи из себя. Мы здесь только для того, чтобы разыскать Райчел. Райчел здесь нет. Дрянные суки. Какого хуя вы задумали? Хотите у меня отнять мой бизнес? Не на товаропале, мэмора. Успокойся, Франк. Франк, давай просто поговорим. Да ёпт, твоя мать. Ты подстрелила меня. Я не собирался вам вредить. Блядь, больно. Как же больно. Клоя, ты его подстрелила, но не убила. Знаю. Вы в конец, ебанутые. Чё вам надо? Нам просто нужен список твоих клиентов. Живо. Ладно, только опусти свол. Ты и так меня подстрелила. Вот. А теперь оставьте меня в покое и исчезните из моей жизни. Может нам вызвать скорую или... Нет, спасибо. Уж без полиции я как-нибудь обойдусь. Да, ну да. Уходим. А так-то лучше вышло. Ну, как комарик укусил. Так, а... Чёрт, всё могло закончиться гораздо хуже, но теперь Франк может представлять опасность для Хлоя. И да, Макс, ты можешь изменить это, если захочешь. Нет, не хочу. Так, а... А мне куда? Блядь, я сюда пробраться не могу. Я немного тупанула, куда мне идти-то? А-а-а-а! Всё, понял. И валим отсюда. Хватит. И так же уже засиделись. И у нас ку-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-ух зацепок. Чё дальше? Хлоя, ты в порядке? Прости, я всё вспоминаю, как выстрелила Фрэнку в ногу. Не стоит, ты спасла нас, Фрэнку ещё повезло. Нам нужно продолжать двигаться вперёд. Да, Фрэнку реально повезло. Его могли убить совсем. Так, давай с этого начнём. Давайте посмотрим, какие сделки проворачивал Фрэнк. Взглянуть. Имена клиентов зашифрованы. Куда же после этого пропала Рэйчел? Так, листок. Рот, это, наверное, сокращение от Рэд Твейлера. Звучит, созвучно, урод. Подходит Нейтану. Шибанача, Хаски Джосеф. Понятно. Выбрать. Выбрать. Да, игра начинается. А теперь поговори с нами, книжка. Расскажи нам всё. Блядь, аж нихуя не вижу из-за спины. Изучить. Надо бы посмотреть, проворачивал ли Фрэнк сделки с Нейтаном или Клобом Циклон. Окей. Фрэнк определённо заботится о своих клиентах. Он бы мог открыть магазин. Так, собственно. Не буду слишком выёбываться. Берём по гайду. И отмечаем. И отмечаем. Это, это ли это? О да, тут есть всё о том, где, когда Фрэнк и Нейтан проводили сделки. Так, держать, Макс. Так, хорошо. Это мы сделали. Теперь Дэвид. Спасибо за Дэвиду свою исследование. Я должен быть able to find out, что Нейтан сделал during the prize. Что у нас тут? Я надеюсь, что в данном случае Дэвид не будет контрактных способностей. Посмотрите на все эти лисы в этом месте. Я надеюсь, что он следил за Нейтаном. Выбрать. Это всё, что она написала. Надеюсь, здесь будут хоть какие-то зацепки по поводу Нейтана. Так, ну давай посмотрим. Изучить. Как мне найти машину Нейтана по этим координатам? Так, выбрать. Блядь. Выбрать. И выбрать. О, да. Теперь мы наконец-то идем к нему. Клоя, вбейте координаты. Посмотрим, приведут ли они нас к какому-нибудь адресу. Будет сделано, Кэп. Не совсем понятно, как эти координаты вообще взаимодействуют. Ну, ладно. А можно еще раз на них посмотреть? Нет, нельзя. Ладно, пошел я нахуй. Я должен анализировать Нейтан's месседжи. Так, это сие студента. Выбрать. Так, теперь. Что на листке? Твою мать, Нейтан, и правда ненормальные, но эти числа могут пригодиться. Понятно, можно выбрать. Да, от симки. Да, от симки. Выбрать. Ну и телефон, собственно. Выбрать. Ладно, Макс. Ладно, Макс, давай вычислим этот код и пойдем домой. Что? Ладно, мы начнем хакить. надо прокрутить так можно найти пин-код 08 29 месяца дата рождения излишки новое дело а ясно так телефон открыть как водить а интер пук бля а нахуя я водил неправильно сука а ну на карте точно пук 87 87 89 блять я же за будущее снах и впрочем у нас уже был пин-код ладно 87 89 78 08 бля соболезную кого такой пук 80 блять да что что творишь вуаля сейчас посмотрим что прячет нейтан прескотт как дележки нужен гам хорошо ништяк сука ты продал мне воду ебак успокойся принеси мне ее несу не приближайся на пляже мусора да нейтан из всех сил старался обеспечить вечеринку наркотиками ты дома у нас тут туса я дома выезжаю готовить наркоту ла-бла-бла так и шо у нас теперь получается еще один последний этап сопоставления изучить разберись в этой кучей информации чтобы понять куда нейтан повязки от после вечеринки так выбрать а чё там между прочим а здорово мне срочно нужно пополнить запасы срочно я не занимаюсь доставкой на дом у тебя есть машина времени нет заплачу в два раза больше еще бы возьму налом и без воебанов скажи мне адрес позвоню чтобы дать точные координаты выезжаю готовь деньги теперь этот листочек рот понятно это то что нам надо или нет так стоп 11 вечера тут у нас заглянуть он как раз примерное время и вот это здесь мало ли что то есть ладно хуй с ним клой это нужное на место мне больше что нет ничего макс ничего там нет просто какой-то сраный старый сарай давай продолжим поиски и узнаем кто владеет этим сараем пару секунд некто по имени гарри аарон прескот а вот это поворот может нам позвонить в полицию ну их нахер ты же знаешь что полиция нэйтана как его личное охранное бюро это плохо как то могла заметить весь город в жопе никому нельзя доверять только другу так что нам придется самим поехать на эту ферму я боялась что ты так скажешь мы можем позвонить ворону он ведь здорово навалял нейтану это наше дело и ничьё больше да и нечего тут бояться у тебя есть сила я чувствую что мы близки к тому чтобы найти рейчел мы обязаны найти ее макс и мы найдем но помня моя сила не бесконечна мы все равно должны быть осторожными ты меня слушаешь хлоя так точно сэр окей не она днем приехали конечно там ничего не будет но и и и и и и и ого посмотри сюда свежие следы подруга тут совсем недавно кто-то был тогда мы обязаны попасть внутрь бля хлоя так работать не будет слоя такая бесстрашно интересно откуда в ней это бля опять белка а кого-то кроме белок могли сделать или нет еще одна белка или это то же самое передвинуть ей тут надежно было спрятано ого флоя я нашла вход иди сюда ну да максим максимус рулит боже очень напоминает ведьма из блея у меня мурашки пошли супер макс ну и взгляни на этот старый сундук а еще громче можно хлоя господи какую же старую джекпот старый мусор смотри внимательней гарри аэрон прескот и его семья пожертвовали аркадии бей новую библиотеку прескот эндострис празднует свое открытие прескоты забабахали бла 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 словно альбом ты поищу улики а я пока тут усмотрюсь если они тут что-то и прячут то это должно быть под землей вероятно крюк эти крюки используют чтобы поднимать стога сена я видела такие в пятницу 13 взглянуть на случай нападения зомби я уже нашла себе оружие ой я же говорил в земле чё а черту полно всего в смысле ничего ты угораешь надо мной как много стогов и так мало и как мало иголок но осмотреть а старые добрые деньки чего а цены в магазине понятно ну да понимаю тоже охуевая из теперешних цен так земля всего лишь гнилое дерево да ёбаный то врод не может быть чтобы эта ржавая недокнопка запускала вход веревки или шкивы пизда а проверить взглянуть ну кому кому вообще нужно сюда приезжайте должна быть какая-то причина а м м ящик похоже у блества у прескатов крови связи с небогашенными долгами блять они еще и долги развивают пиздец вообще довольно интересно как у охуенно богатых людей обычно бывают охуенно огромные долги какого черта как это работает блять так земля да найдем обычный периметр макс тут должно быть что-то кроме сундука да ладно я наконец-то нашел ого что это угадай замок совсем новый зачем он тут ну понятно зачем нет супер макс голыми руками ты его не откроешь старье старье там так крюк а теперь открыт так и теперь туда где-то кнопка была сука где эту кнопку видим смотрите на росте вот что то закончились слов give me Dal playful и спешим так Да блядь! Взглянуть. Да блядь. А, стоп, может быть трактором? Взглянуть. Этот трактор своё отработал. Плёбаный дурок. А, платформа, забраться. Хлоэ, не поможешь мне? Я к твоим услугам. Спасибо. Взлетай, Супер Макс. Обожаю прихвостней. Вытянуть. Блядь. А, забраться? Скажи мне, если ты нужна помощь. Не, я не смогу натянуть верёвку, не содрав себе всю кожу. Так, так не говорите, что вот этот... Ну! О! Норм. Блядь. Я уже привык к этой дебильной механике. Ты не упадешь. А, вытянуть. Ты не упадешь. Только не упади. О! 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 Уоу! Макс Гайвер возвращается. Подожди, а как меня отсюда? А! Вот и всё. Будунц. Есть. Мы сделали разъёб. Алёк, я твой отец. Чёрт, он тяжёлый. Опаньки. Что это? Джекпот. И обойт там дверь. Надо ли говорить, что всё это странно? Ты уже сказала, мы кто это всё построил? Прескотт, ну и ещё бы. Там-то пиздавали внутрь. Давай, не ссыкай. Эта дверь бункера, взглянуть. Эта дверь непробиваемая, мне нужен код. Ээээ, использовать. Эээээ... Так, что мы тут видели? Мы тут видели фотку. Вау, сэр. Поговорим о том, что дома на рейнде. Ммм... Так, на фотке никаких кодов нет. Я считаю, что пресс-кодов были просто... Так, читать... Ээээ... 1903... А! Наверное... Блядь, в этом ящике подзарить мы не можем. Так, фотография. Даже Гарри Аарон Прескотт любил селфи. Вау, сэр. Держи минутку. А где нам, собственно, искать этот код? Эээээ... Ха-ха-ха-ха. А-а-а-а-а-а-а... Блядь, я делаю вообще... То, что делать, собственно, не надо было. Я перемудрил. тут немножко проще использовать собственно нам надо использовать цифры которые стерты сильнее остальных это 245 ну так так вот 342 сезам откройся ой-ой-ой укомплектован и готов к концу света наверняка стоит целое состояние пойдем пойдем что это за хрень операционная какая-то ау тут тик токи записывают штатив кто же пользуется этим роскошным штативом да мы уже в курсе кто в курсе тут в курсе кто не в курсе тут не в курсе куча газет в этих газетах только и написано про рэйчела кейт про рэйчел наркота должно быть нейтан покупает эту дрянь у франко взглянуть шприцы гадость так боталка кому-то нравится виски но все-то таки веет опасностью чё вискарик прикольный если конечно не дерьмовый никогда раньше не виделась только дорогого оборудования продолжай искать хлоя так шкафчик развлекательная система на случай апокалипсиса да ёб твоя мать это же ненавижу это мест взглянуть а ну да нам же комп в принципе нужен рушит чего там рушит а все деятельность ну да и чё за бумаги сукин ты сын сооружение говарда рорка стойки к шторму бункер полная стоимость почти полтора ляма баксов ёб твою мать использовать а там записка есть посмотрим что и здесь у боже нет тварь записка ага да что творится между нейтана моего отцом нейтан я же просил тебе не звонить мне со своего телефона используя одноразовое что я тебе дал и не желая снова слышать как ты выкрикиваешь мое имя в общественных местах подобную глупость ты уже себе не раз позволял я не для того работал чтобы ты своим подростковым гневом все разрушил вместе мы можем многого добиться но ты должен позволить мне наставлять тебя или сам разбирайся со своими проблемами правильно пошел нахуй а что это принтер взглянуть видимо на это но не обойтись без самого дорогого принтера я конечно херово знает сколько конкретно этот стоит но вся суть его дороговизна в том что он ебашит на ватмане а1 все вот и вся суть ну и конечно чернил жрет как не в себя так куртка на это нам еще я не нашел а я в твоей мать я заебался уже честно говоря так что он ебачный плакат все во всем моего посмотрели фотография слово о муках да еб твою мать чем мы пропустили скотч скотч в бункере всегда плохой знак банки еда вода а корва чё чё я должен найти то консервы дэвид наверное закупаются в том же магазине может быть снова припасы для выживания запаса воды прямо как у дэвидов гаража может чё на полу сша я же ничего сделать не могу вот только это так шкафчик блять а тут я чё не осмотрел фу ты блять проебал давай надо узнать какого черта это все значит так вот папка с пометкой виктория но она пустая смотри на то и написано кейт о нет кейт нет боже нужно было прямо там его убить кейт была не первой все эти папки для остальных жертв виктория следующее на это наверное накачает ее сегодня на вечеринке циклона не может быть это все постановка так ведь так клоэ посмотри на ее лицо она не понимает что происходит может может нейтан пообещал ей до хрена зелени за эти фотографии я так не думаю зачем он положил ее на землю где свалка макс нам нужно найти это место немедленно тогда мы узнаем что случилось не может быть чтобы она умерла нет она позировала для этих фотомакс я это знаю прошу пойдем тупо пойдем я тебя не тупил мы быстрее бы нашли эту хуйню поехать врум врум фигана газует а тихо тихо еще разобьешься клои не спеши так подожди меня я знаю что делаю окей смотри вот это место вот мотри ты не собираешься помочь макс хлоя стой смотри пожалуйста нет а че земля так легко копаются бля этот запах рейчел рейчел нет 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 пожалуйста только не она эти руки к лицу прикладывать хлоя рейчел почему мне так жаль и хлоя так жаль и я так сильно и любила как она могла умереть мучительно что за мир такой кто на такое способен кто-то олень А чё тут дух оленей делает? Причём вообще тут олени? Хуй знаю Я уже не помню И? Куда нас занесло? Надеюсь, Нейтан наслаждается Клоя, мы можем пойти в полицию У нас есть доказательства Нахуй полицию Рэйчел хотела, чтобы мы её нашли Для того, чтобы свершить истинное правосудие И отомстить Проскота напрашивались сотни лет И никто мне не помешает Тем более, если ты мне поможешь Ведь так? Я с тобой до конца, Хлоя Ты сама знаешь А ясно понятным Ладно, давай быстрее пошли Блядь, откуда у неё постоянно Разные пистолеты? Хвохер Ну чёрт Прям как то затмение Ты прав, на контур глянь Что это, боже? Хлоя, глянь на небо Ого Прелестно мне насрать Конец света Круто Да послушай, ты грядет что-то невероятное Именно, грядет конец на это Напраскота Ну и ладно Добро пожаловать на конец света Дома И я так рад, что вы решили меня сопроводить Хорошо выглядишь, Воррен С тобой всё в порядке? Я действительно потерял контроль Когда тогда с нейтаном терпеть Не могу, задер И Макс, он опасен Где он? Вообще, я его не видел Я весь день в своей комнате просидел Чувак, ты что, пил? Ну, а если в понятии пил, входит полстакана пива Пошли, Макс Ну, я и знаю, время неподходящее Но можно с тобой фотку сделать? Кажется, это действительно конец света Так что Хочу заиметь что-то приятное Ну, я не виню тебя, Ворон Да-да, я заноза в жопе Одно фото и всё Давай У нас нет времени на это дерьмо Пошли, Макс Соряныч, просто хотелось почувствовать себя нормальным студентом После этой недели ультра-насилия Всего-то две драки Хотя да, многовато как-то Если увидишь Нейтана, тут же напиши мне Хорошо, и не попадайся ему на глаза Не попадайся, знаю как быть невидимкой Не для меня, Ворон Скоро спешимся Ну да, ты его замечаешь, просто игнорируешь Бля, соболезную пацану Он-то старается А она не та кусечка Поэтому нахер пятнадцатилетних девок Так Так, Хлоя, где ж тебя носит? Войти Привет, Макс, добро пожаловать на конец цвета У тебя есть верхняя одежда? Нет, спасибо, Стэлла Ты видела Нейтана? Слава богу, нет Он пугает меня до жути Какая-то девушка Только что Тоже узнавала у меня про него Нейтан тебя пугает? Почему Нейтан тебя пугает? В этом нет ничего удивительного Но я хочу узнать причину Во-первых, он хулиган Во-вторых, он избил Ворона Да и ты смотрела ему в глаза Они как будто стеклянные Полные гнева Мне не нрав А почему ты работаешь на вечеринке Клуба Циклон? Вот уж не думала, что ты захочешь Тут находиться Я и не хочу Просто здесь работаю А кто тебя нанял? Мистер Джефферсон, виден, знает Что я еле свожу концы с концами Видимо, я недостаточно круто Для этой школы неправда стала Ты крутая и честная И рвешь в свою же пораде Блаквилла Надеюсь, в итоге у тебя Все хорошо сложится Спасибо, Макс Для меня это много значит Ну и ты такая напряженная У тебя все в порядке? Эм, вообще-то нет Мне просто нужно найти Нейтана Кстати, если увидишь его Старайся не попадаться ему на глаза Конечно, я здесь работаю А не развлекаясь Я напишу тебе, если увижу его Удачи Ладно, пошли уже внутрь Вот это вечеринка Тусовка, ебанаврот Уху Какой движняк Бля, публика просто мертвое дно Бля, я так и чувствую Как тут прилетает Апа Хотя, честно говоря Мне на выпуск прилетает В основном по одной жалобе Удивительно неожиданно Надо положить Нейти Нейтана Положить этому конец Да, блядь, а как пройти? Так, идите нахуй Да, ёб твою мать Сука, дай пройти Да, блядь, она за воздух цепляется Вещебала Возможно тут Или нет Супер Макс Жива Бля Выдожди Толкан один на всех Джастин Ах, Сувер Драйв Наконец-то ты пришла Раскочек гореть Эта тухлая вечеринка Ёпта Хочешь бухнуть? Ты без меня выглядишь Бухим Джастин И не очень-то счастливым Зачем ты вообще сюда пришёл, блядь? А где ещё можно прийти На четвергав Аркадия Бэй? К тому же Дана тоже здесь Правда, она не со мной Так что, да И херенькая Выдалась вечеринка Нейтан Кстати говоря, а ты Нейтана не видел? О, наверное, Вебзоня Сходит с ума с остальными Из Хуэлона Я ненавижу этих Высокомерных ебланов Особенно Нейтана Так, можно побыстрее Это закончить? Да-да-да-да-да-да Блядь, да заткни ебалу уже Надоел Блядь, можно я уже уйду? Блядь Блядь Пизда Они кринжовые Это просто Ахуй А, на похуй Блядь, чё за прикол Бухать в туалете Школьном Там же ж, блядь Ну, пиздец Как воняет Так, ладно В любом случае Мне нужна Вебзона А где у нас Вебзона? Блядь Я не ебу Где у нас Вебзона Блядь Хули Самая Хлоя Проебалась куда-то А, боже Вон Написано Вебзона Так Девушка Поговорить Прошу прощения Но мне нужно войти Ну, извини Но это Вебзона Только для членов Клуба Циклон Понятненько Извини Но мое имя Уже есть в списке Понятно? Неплохая попытка Но я точно знаю Что Макс Колфилда Не является членом Клуба Циклон Послушай Нет, это ты послушай Все это должна контролировать Кортни А не я Так что, пожалуйста Уйди Так, ладно Ладно Блядь, падла Хорошо Мы должны попасть На эту блядскую вечеринку Подойдем к Кортни Пусть Она разберется Так Сука А где Кортни? А где нам ее Хотел искать? А где Кортни? А, он там бегает Давай Может, она и не в толкане была? Нет Так, это возможно парень Судя по веду Алиса Не Алиса Это не Кортни Съебись Нахуй Да блядь Ты пройти мне не даешь Блядь Твари Хуевы Так Брук Кто-то у нас О, Кортни Блядь Нашел Поговори Привет, Кортни Как дела? Макс Наша главная гостья Прибыла на удивление Поздно Скажи бонсуа К концу света И пусть ты не пришла ко мне Готовиться к вечеринке Ты все равно получаешь Пропуск в Вип-зону циклона Скажи об этом Своей приспешнице Она не дает мне пройти Ах, эта маленькая засранка Совершила последнюю ошибку Она возомнила себя Викторией Фигушки Привет, Сара Ты в курсе, что я лично Вписала имя Максу В список А ты, видимо, решила Не пускать ее Пока я отошла По своим делам Погоди, погоди Я просто Господи, тебе пизда И ты навсегда Вычеркнутая из списка Добро пожаловать В циклон И бать Вот этот Движняк Происходит Понимаю Как она Охуела Бля Вип-зона Просто Пиздец Так что Тойлор Нихоене Момсон Я знаю, что Виктория Ва, Виктория, мы тебя искали. Прости, Макс, на веб-зоне только. Прости, но мое имя тоже есть в списке приглашенных, я тебя вычеркиваю. Иди ты на все четыре селфи, Виктория, у меня нет на это времени. Ну, очень мило, Макс, и все еще обижаешься, что я сделала тот снимок? Ты хоть представляешь, что творится в Блоквилле? Кейт Марш чуть не совершала самоубийство у всех на глазах. Ну, это не моя вина, Макс, даже не пытайся меня обвинить. Обвинить Нейтана? Ладно. Я виню Нейтана за то, что он накачал Кейт. Да это ж, блядь, вечеринка, на ней все нажираются, от меня-то ты чего хочешь? Немного человечности, Виктория. Но из-за тебя Нейтана выперли из Блоквилла. А ведь я единственная здесь, кому не безразлично. Это важнее проблемного детства. Я не идеально, ясно? Я подросток в школе искусств. Я здесь только для того, чтобы стать фотографом и прославиться. У тебя есть талант. У тебя есть талант, Виктория. Тебе не обязательно идти по головам. Ты не понимаешь, мои родители владеют галереей. Я знаю, как решаются дела в мире искусства. Нет, это ведь искусство, ты не обязана следовать их правилам. Мистер Джефферсон тоже сам по себе, но он ведь знаменит. Ага. Мистер Джефферсон вряд ли выберет мое фото. Я не такая талантливая, как мне казалось. Ты талантлива, но выбирать между тобой и талант... Между талантом и добротой не нужно. По крайней мере, я на это надеюсь. В это трудно поверить, но я не всегда принимаю лучшие решения. Как ты думаешь, надо было... Нам пред... Эм... Нам не обязательно быть врагами. Возможно, но кто сказал, что мы должны быть врагами? Кто бы не принимал такие решения, такие решения принимаем мы, Виктория. Но, Макс Колфилд, и я могла бы принять тебя в Клуб Циклон. Вряд ли я соглашусь, но ты здесь ни при чем. О, какая серьезная. Ладно, не будем ее предупреждать. Ну да ладно, приятно было поболтать, Виктория. Как и всегда. Гладь нихуица, Макс. Ты завидуешь мне, потому что я, в отличие от тебя, чего-то добилась. Я не побоялась показать миру свои фотографии. Хотя бы докажи... Скажи мне, где Нейтона, а он тебе зачем? Виктор Валс хотел встретиться с нами в понедельник. А я тут при чем? Я его сегодня не видела. Адьос. Адьос. Орвуа. Орвуа. Ааа, бля. Следовало предупредить. Не, пошла она нахуй. Клоуи, Нейтона здесь нет. Его нет ни наверху, ни в раздевалке. Черт, а может он прячется в общаге? Так, пойдем проверим, больше ему от нас не спрятаться. Все-таки пришла, Макс. О, здрасте, мистер Джефферсон. Ам, у вас все хорошо выглядите, так будто у вас какая-то секретная миссия. Ой, да, просто ищи Нейтона. Ага, не знал, что вы друзья, в последний раз видел его днем. Он выглядел расстроенным. Думаю, его очень беспокоит вся эта ситуация с Кейт. Да, оно и видно. Поговорим позже, Макс. Но мне нужно объявить победителя конкурса. Жаль, что ты решила не участвовать. Когда-нибудь тебе придется написать резюме и составить портфолио. Но я знаю... Спасибо, будем на это надеяться. Прошу прощения, мне нужно настроиться. Валим отсюда, Макс. Так, прошу успокоиться. Не хочу мешать вам развлекаться, но настало время объявить победителя конкурса «Герой дня». Но сначала я хочу поблагодарить всех, кто представил мне свои работы. И тех, кто хотел это сделать. Самый важный шаг в становлении художника – научиться делиться своим творчеством с миром. Вы все представляете Академию Блаквелла то, что она отстаивает. Если вам интересно мое мнение, то вы все герои дня. Конверт, пожалуйста. И победителем становится... Вот это поворот. Виктория Чейз. Окей. Ну, господи. Спасибо вам большое, мистер Джефферсон. Именно ваши невероятные фотографии стали причиной моего поступления в Блэквилл. Надеюсь, я не опозорю ваше имя. Также я хочу поблагодарить всех вас, студентов, за то, что следуете за вы сердце. И я бы хотела посвятить эту награду Кейт Марш. Она настоящий герой дня Блэквилла. Я не жду... Жду не дождусь я возвращения. Спасибо. Спасибо, Виктория! Виктория победила. Какой сюрприз? Поверить не могу, что она шантажировала Джефферсона. Хотя нет, могу. Да какая нахуй разница, Рэйчел мертва. А я все... Все, чего хочу найти этого урода Нейтана. Я тоже пойдем проверим общаги. О боже, Нейтан мне написал, он сказал, что не останется никаких улей, когда он совсем закончит. Черт, нам нужно срочно на свалку. Не к добру. Наверное. Или к добру. Бля, а чё этот эпизод такой длинный? Хлоя, не шуми ты так. Хорошо. Просто быть готова сразу же отматывать время, если Нейтан попытается меня завалить. Окей. А, идем. Понь-понь. А? Ну же, ну же, Нейтану пора сдохнуть. Да ёб твоя мать, чё ты встала? Ради бога, Клоэй, тише, мы можем умереть. А где эти раскопки были? Так жутко. Боже, как же, блядь, хочется убить этого придурка. Послушай, по твоей крики мне трудно сосредоточиться. Успокойся. Макс, поторопись, пожалуйста. Да. Боже, Макс, смотри, она все еще тут. Не смотри, Клоэ. Ну, нет. О, да. Мздынь. Клоэ, берегись. Пиздок. Оно впервые в жизни удивилось. Невероятно. Хлоя. Бадабум, прям в черешню. Ну, да. В принципе, даже при первом прохождении не было шок-моменту, что это Джефферсон. Ну, шо хотеть от людей, которые пишут такие сценарии. С такими сюжетами. Они сделали все, что могли. Так. Нет, нет, нет. Отобрать эпизод. Вот. А пятый, собственно, последний эпизод. Ну, будем проходить уже в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok